Русские семена Добрый вечер! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева-Черкесия. С вами в студии Мадина Лайпанова. Делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя Палаты регионов Андреем Яцкиным посетила Карачаева-Черкесию. В ходе визита члены делегации проведут встречи с руководством региона, осмотрят сельскохозяйственные предприятия, медицинские и туристические объекты. Сенаторы уже побывали на предприятии «Хаммер». Это один из крупнейших селекционно-семеноводческих центров на юге России. Производимые семена ничем не уступают зарубежным аналогам. На сегодняшний день реализуют семена преимущественно в Ставропольском и Краснодарском краях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, в регионах по Волжье и в Карачаево-Черкесии. С уходом с российского рынка зарубежной продукции спрос на отечественные семена резко возрос. В связи с этим планируют расширять производство, чтобы обеспечить все потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Мы на сегодняшний день имеем возможность на этих площадках путем расширения некоторых цехов увеличить производство в полтора-два раза. В основном, основной цех у нас калибровочный цех, он уже рассчитан на более 15 тысяч тонн семян кукурузы в год. Благодаря уже существующей поддержке правительства и регионального месельхоза у нас и получается развитие ежегодно. То есть мы наращиваем темпы производства. Поэтому развитие идет. Добрый вечер. На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами в студии Мадина Лайпанова. Делегация Совета Федерации во главе с первым заместителем председателя Палаты регионов Андреем Яцкиным посетила Карачаева-Черкесию. В ходе визита члены делегации проведут встречи с руководством региона, осмотрят сельскохозяйственные предприятия, медицинские и туристические объекты. Сенаторы уже побывали на предприятии «Хаммер». Это один из крупнейших селекционно-семеноводческих центров на юге России. Производимые семена ничем не уступают зарубежным аналогам. На сегодняшний день реализуют семена преимущественно в Ставропольском и Краснодарском краях, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, в регионах по Волжье и в Карачаево-Черкесии. С уходом с российского рынка зарубежной продукции спрос на отечественные семена резко возрос. В связи с этим планируют расширять производство, чтобы обеспечить все потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Мы на сегодняшний день имеем возможность на этих площадках путем расширения некоторых цехов увеличить производство в полтора-два раза. В основном, основной цех у нас, калибровочный цех, он уже рассчитан на более 15 тысяч тонн семян кукурузы в год. Благодаря уже существующей поддержке правительства и регионального месельхоза у нас и получается развитие ежегодно. То есть мы наращиваем темпы производства. Поэтому развитие идет. Представители Совета Федерации и Минздрава России посетили республиканский онкологический диспансер. Председатель комитета по социальной политике Инна Светенко и заместитель министра здравоохранения России Наталья Хорова посетили медучреждения. Они оценили установленное в отделениях современное оборудование, понаблюдали за работой специалистов, опросили медперсонал и посетителей диспансера. Важно то, чтобы было современное оборудование. Мы сегодня специально прошли не только амбулаторию, но также и посмотрели стационар, где мы с вами сейчас находимся, рядом с реанимационной и с операционной, для того, чтобы посмотреть то оборудование, на котором работают здесь. Здесь работают действительно специалисты высокого класса на очень качественном оборудовании. Поэтому важно, чтобы та помощь, которая оказывается медицинской, она была высококачественной, вне зависимости от того, в какой точке страны мы сегодня находимся. Мы сегодня увидели действительно современный онкологический центр. Центр, который построили, и он направлен на то, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи. А смертность от онкологических заболеваний, мы знаем, занимает второе место в структуре смертности. И то, что делается в этом центре, благодаря замечательному, слаженному коллективу, оно как раз направлено на то, чтобы и увеличить продолжительность жизни, и сокращать смертность. И самое главное, что здесь работают люди, настоящие профессионалы. Они постоянно учатся, они на связи с федеральными центрами. И это радует. В ближайшее время на базе Северокавказской государственной академии будет создан военно-учебный центр. Об уже проделанной для его открытия работе рассказал членом Совета Федерации ректор Академии Руслан Качкаров. Он представил председателю Комитета по обороне и безопасности Виктору Бондареву кандидата на должность руководителя центра, родного брата героя России Кономата Баташева Мураддина Баташева. А также сообщил об имеющихся возможностях для организации процесса подготовки специалистов. ФСБ и Следственный комитет задержали в Карачаево-Черкесии участника нападения банды Хатаба и Басаева на военнослужащих в Чечне. Преступление было совершено 23 года назад. Тогда погибли 15 военных и 28 были ранены. Задержанного заключили под стражу. Его обвиняют по трем статьям – бандитизм, вооруженный мятеж и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Как подчеркнули ФСБ, розыск террористов будет продолжен. 60 лет со дня образования отмечают органы предварительного следствия. Так, в Следственном управлении МВД по Карачаево-Черкесии службу несут сотрудники, которые занимаются расследованием уголовных дел, дорожно-транспортных преступлений, преступлений экстремистской направленности, а также в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и преступлений против личности. Ведется деятельность по расследованию экономических и коррупционных преступлений против собственности и в сфере информационных технологий. Всего в 2022 году следственными подразделениями МВД по республике расследовано более 3000 уголовных дел. Окончено производство по 760. Отмечается увеличение уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением. 14 апреля во дворце Черкеска с 10 до 15 часов пройдет региональный этап ярмарки вакансий. Ряд предприятий Карачаево-Черкесии готовы предложить рабочие места. И одно из них – Хабецкий гипсовый завод, которому уже 30 лет. Производство уверенно развивается, расширяет ассортимент выпускаемой продукции. В начале года открыли цех по производству гипсокартонных листов. Как осуществляется новый процесс и условия труда в новом цехе, узнавала Альбина Ламкова. Процесс создания гипсокартонных листов прост и практически автоматизирован. В одной смене трудится 20 человек. Для всех созданы благоприятные условия труда. Технология производства гипсокартона начинается с формовочного стола, куда поступает смесь для получения листа. Торгбих Аджимустафов трудится на Хабецком гипсовом заводе 30 лет со дня его основания. За эти годы предприятие стало одним из крупнейших игроков на рынке качественных стройматериалов. С самого начала мы, когда только гипс производили, потом осваивали производство сухих строительных смесей на основе гипса. А затем сухие цементные смеси. И вот недавно освоили производство гипсокартона. Коллектив Хабецкого гипсового завода под руководством Олега Аргунова долгие годы работал на создание репутации производителя с высоким качеством товаров. Это получилось. Результат – большой спрос и на новую продукцию – гипсокартонные листы. Из-за этого требуется создание двух смен в новом цехе. Одна уже полностью укомплектована. Обучение будет происходить непосредственно у нас. Мы сами будем их обучать, всё показывать, всё рассказывать. У них будут наставники, работа перспективная и заработная плата вовремя выплачивается. Со всех районов. У нас практически все национальности работают. Конечно, с новым современным оборудованием работа только упрощается. Ещё здесь по-настоящему заботятся о людях. Не на словах, а на деле. Учимся, набираемся опыта. Условия здесь очень хорошие. Столовая, вообще там копейки, можно сказать, стоят. Кормят очень хорошо. Заработная плата стабильная. Задержек никогда не бывает. Врач очень-очень хороший. Хотел бы за это всё поблагодарить Олега Бубликировича. В новый цех по производству гипсокартонных листов требуются ещё лаборанты. Они контролируют качество и сорты используемого гипсового камня. Новым сотрудникам гарантируют обучение на месте. Нужно только желание работать. В 19-й гимназии Черкеска состоялась встреча школьников с директором лингвистического центра Северокавказской академии Файрус Акбаевой. На лекции обсуждалась тема воздействия соцсетей на современный английский язык. Как ребята внедряют в свою жизнь англословечки, узнавала Альбина Курочинова-Кенжева. В 19-й гимназии проходит встреча с учёными в виде викторины. Ребята легко идут на контакт, потому что всё в лёгком игровом стиле. Школьники всё чаще получают новые знания в интерактивной форме. Просыпается интерес к научному миру через учёных и их лекции. Выступающие говорили, прежде чем изучать иностранные языки, неплохо было бы знать и свой родной язык, ведь с него начинается Родина. Это очень важно, когда мы владеем несколькими языками. Поэтому ещё раз повторяю, очень-очень важно наряду с нашим родным, уже ставшим языком государственного и межнационального общения русским языком, знать родной язык. Это очень важно. В рамках Всероссийской просветительской акции «Учёные в школы» Файрус Акбаева выступила с лекцией для ребят. Она поделилась фрагментами своей жизни и рассказала, как вошёл английский язык в её жизнь. Мой вам совет уже сейчас присматриваться и пробовать себя в разных сферах. Хорошо? И развивать в себе какую черту? Любознательность. Да, развивайте, если вы чувствуете, что вам этого не хватает. Использование английских слов сегодня считается модным. Англицизмы престижно употреблять в речи, хотя многие из них имеют привычные эквиваленты в русском языке. Иноязычные слова активно используют политики, журналисты, писатели, демонстрирующие желание быть в тренде. Вот примеры подобных слов. Лайк – кнопка «Нравится» в социальных сетях, впервые появившаяся в 2010 году в Фейсбуке. Бан – запрет для пользователя отправлять сообщения. Респект, уважение. Хайп, шумиха, ажиотаж вокруг какого-либо события человека. Месседж, сообщение, письмо. Шеймить, стезить кого-либо за что-либо, конфузить. Фейк – что-то поддельное, не настоящее. Список подобных англицизмов легко можно продолжить. София Бакшива учится в седьмом классе, изучает американскую культуру, английский язык и подписана на многих иностранных звезд в соцсетях. Потому что элементарно буду понимать, о чем говорят люди. И, например, может быть, я буду певица, и если я захочу записать песню, чтобы люди слушали. А как бы английский – это же самый популярный язык. То есть, в нем владеют люди и в России, и в других странах. И поэтому это очень важно. В социальной сети, мне кажется, нужен английский. Потому что есть же американские всякие знаменитости, которые разговаривают на английском. Ну и поэтому, наверное. Хочется за ними следить. Например, я люблю американцев, как бы там тиктокеров, певцов и вообще пар всяких. Это мне нравится. Появление большого количества заимствований в последнее время вызывает дискуссии среди языковедов. С одной стороны, освоение новых реалий жизни упрощается за счет заимствования их названий. С другой стороны, злоупотребление англицизмами искажает русскую речь. Препятствует формированию речевых умений подрастающего поколения. В феврале этого года президент Владимир Путин подписал закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов. Согласно нововведениям, при использовании русского языка как государственного, недопустимо применение иностранных слов за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые в скором времени зафиксируют в нормативных словарях. Альбина Курачинова-Кенджева, Ислам Урумов, Вести, Карачаева, Черкесия. Ансамбль песни и пляски Северокавказского округа Росгвардии выступил на сцене Столичного дома культуры. В концертную программу вошли песни военных лет, отечественная классика, хореографические и инструментальные композиции, а также авторские песни, оценила творчество коллектива Фатима Даурова. Творческий коллектив был создан в Грозном на базе гарнизонного дома офицеров 15 лет назад. За это время военные артисты давали концерты по всей России и за её пределами, подготовили множество программ. Выступали перед бойцами в далёкой Сирии и солдатами, которые сейчас находятся в зоне СВО. Большинство артистов являются ветеранами боевых действий, участники специальных военных операций, имеют почётные звания в области культуры и искусства многих республик, награждены и государственными, и ведомственными наградами. Поэтому боевой путь у ансамбля достаточно обширный. Только за 2022 год мы проехали более 80 тысяч километров. Это фактически два раза обогнули наш шар земной. И около 80 концертов мы дали только в 2022 году. Сегодняшнее выступление в Черкесске проходит в рамках гастрольного тура, приуроченного к 212 годовщине войск Национальной гвардии и семилетию образования регионального управления Росгвардии Карачаева-Черкесии. Посмотреть концертную программу пришли руководители и личный состав силового ведомства, ветераны, семьи сотрудников, вдовы погибших правоохранителей, гости и жители Черкеска. Репертуар коллектива разнообразен, а большинство произведений посвящены единству многонационального народа России. Зрителям были представлены вокальные инструментальные композиции, раскрывающие любовь и патриотизм к России, и также малой родине – Кавказу. «За солнце свет, за небы прекрасные, за добр, родимый за страну, за ночи ясные, за ночи ясные, мы уходили на войну». Не оставила собравшихся равнодушными и красочная танцевальная программа, сорвавшая аплодисменты всего зрительского зала. Классический матросский танец английских моряков, обогащенный добавками и доработками движений из русских народных плясовых, так и призывал всех пойти в пляс вместе с танцорами. Заместитель руководителя управления Росгвардии России по республике полковник Виталий Повелица подчеркнул, что такие светские мероприятия необходимы для поддержки морального духа личного состава. «Без музыки нельзя, даже в окопах необходимо личному составу чуть-чуть отвлечься от тех непростых будней, от тех суровых будней, можно так сказать. Каждому военнослужащему необходима какая-то душина, пусть они полтора часа, но всё равно положительные эмоции личный состав приобретает на данных концертах. Я считаю, это необходимая работа». Каждое выступление зрители встречали с большим энтузиазмом, а в завершении благодарили громкими аплодисментами. Фатима Даурова, Ислам Урума, Вести, Карачаева, Черкесия. В Хабезе состоялся фестиваль-конкурс вокальных коллективов школ района с песней по жизни. Он собрал педагогов района, живущих творчеством, наполненных неутомимым позитивом, способных подать пример жизнелюбия молодому поколению. В битве хоров приняли участие более 100 учителей из 11 школ. В двух блоках прозвучали народные и современные эстрадные песни адыгских авторов, а также мировые и российские произведения в переводе на черкесский язык. Программа выступления должна была наиболее полно отражать исполнительские возможности творческого коллектива. По итогам конкурса первое место заняли вокалисты хорового коллектива средней школы Хабеза. Такими были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Сила права» с Беллой Джозаевой.